только что закончил делать заставочку для этого видоса вчера я короче залез в чат рулетку орал там людям linkin park всякие потом на бузуки играл на гитаре играл и собрал такой видос не знаю зайдет он народу на канале холлскрим академии или нет но как бы я вот на самом деле когда делал мне казалось что это смешно но когда мы начали монтировать это какой-то просто лютый трешак получился на самом деле во время вот этого моего короткого отпуска на ю тубе у меня много разных вещей происходило и знаете я просто повесил камеру вот на эту фигню на которой она сейчас стоит закрыл крышечкой объектив и сказал себе что нет вот я отдыхаю поэтому я не стал делать вот эти знаете документальные вставки когда я сижу такой рассказываю такая хопа вставка как я там что-то достаю или куда-то еду я просто вообще ничего не снимал но за эту неделю мне прислали вот этот вот инструмент вот просто ну я на канале холлскрим академии конечно показал а вот но просто посмотрите на его текстуру просто вот как он выглядит это ручной работы флейта информации о мастере со мной поделился мой ученик из белоруссии ну вот я с мастером связался и он мне прислал вот такую вот то есть тотем все вот эти вот дела но как видите текстура ну просто сумасшедшая реально этот ручная работа и насколько я понял он в принципе может сделать любую вот любую флейту то у него там я ссылочку вам в описании оставлю у него в паблике короче дофига всяких вот этих вот флейт которые он делал там вообще просто ну жесть ну вы видите она просто очень красиво и может у меня фотки даже в инстаграме кто-то видел вот не спрашивайте меня почему здесь вот скотчем заклеена эта дырка вот эта фишка в том что здесь идет полтона я еще не привык так играть потому что ну не очень удобно там можно другие мелодии не вот эту вот индейскую пентатонику грубо говоря наигрывать но звучит она вот таким вот образом зацените короче строй у меня здесь ля диез мой любимый то есть я могу брать гитару и играть на этой штуке под него вот я сейчас как раз собираюсь попробовать что-нибудь такое сделать а еще у меня сейчас стрим и кстати если кому интересно как выглядит мой стримовый сетап вот именно с моей стороны чаек там вот таким вот образом все это выглядит когда готовлюсь то есть я сижу вот таким вот образом вот отсюда вот смотрю вот вот эта штука дает вот этот вот синий свет и соответственно вот это вот дает более такой контрастный типа желтый но он не желтая такой более белый вот сегодня я стримлю с максом мортоном который делал звук очень большому количеству разных известных наших команд то есть это допустим шакран ребята из ginger тоже у него все делают то есть ну как бы такой человек так что я погнал подключать короче там наушники все микрофон у меня подключен воде и буду стримить ты азлайтел в общем закончились стрим два с половиной часа просто лютейшей концентрированной информации просто много обсуждений если не видели обязательно посмотрите этот стрим потому что там много интересной информации непосредственно для музыкантов и для тех кто вообще просто хочет начать заниматься музыкой и сейчас я вам вкратце вкратце прямо расскажу как и обещал каким образом же у меня подключается вот этот вот микрофон как он обрабатывается чтобы на видосах получать вот тот звук который я получаю когда снимаю видосы для канала академии как вы понимаете просто вот сюда вот вот над xlr кабель который уходит за стол там далеко обходит и приходит соответственно вот сюда вот это непосредственно проекта девайс вами сегодня будем говорить вот он сам по себе то есть вот когда я говорю микрофон да он здесь вот соответственно реагирует что здесь происходит соответственно здесь датчик клипования то есть если вы перегружаете сигнал это надо рулить вот этой вот ручкой у меня есть настроены как видите вот сюда вот то есть это плюс 30 плюс 15 то есть это гейн то есть это просто усиление микрофона именно преамп дальше идет фантомное питание после этого идет high-pass фильтр соответственно чтобы по 80 герц просто не на все обрезались вот это вот кнопочка которая следующая идет эта кнопочка для выключения всей обработки которая идет далее тут дальше мы имеем как раз gain reduction это соответственно усиление и прижатие фактически можете так это воспринимать то есть когда я говорю тихо он добавляет громкости то есть вот сейчас я говорю еле-еле он вот это вот то количество сжатия которое происходит вот это вот если я начинаю делать громко он сильнее его сжимает да то есть таким если сильно не ару чтобы непосредственно микрофон на камеру не перегружать вот но именно эта штука спасает меня от перегрузов во время съемки видео дальше идем это у нас идет dsar то самая штука которая допустим и настраивать чтобы срезать звуки есть зависимости от того насколько сильный у вас высокие частоты во время голоса и непосредственно у микрофона дальше у нас идет энхансер здесь вы усиливаете низкие частоты то есть и высокий детальность добавляет дальше соответственно идет последняя обработка, это гейт, который дает возможность срезать разные шумы, которые происходят тише вашей разговорной речи. То есть, если вы представите дорожку, вот у вас идет какой-то внешний шум, просто там, допустим, там на кухне чайник кипит, да? Там слышно как-то. Но вы говорите, громкость сигнала вот такая вот. И он, соответственно, вырезает все, что ниже, допустим, вот такой вот громкости. То есть, эти шумы пропадают. Ну и, соответственно, потом общий гейн. Эта штука реально очень крутая, очень дешевая и во многом мне помогает и спасает. Так что, вот такой вот лайтовенький гайдик, потому что, ну, настраивать его можно многими способами. У меня много знакомых его после моих рекомендаций покупали и радовались, потому что, ну, очень простой, интуитивно понятный и крутой девайс для вот такой вот прям повседневной работы. Давайте до завтра. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok